Сотрудники госавтоинспекции уделяют большое внимание правилам дорожного движения, потому как их нарушение ведет к непоправимым последствиям, особенно среди детей. Под особый контроль сотрудников ГАИ попадают школьники, в связи с чем с ними регулярно проводятся беседы по теме дорожно-транспортной безопасности и безопасности детей на дорогах. Очередную такую беседу они провели в СОЖ номер 10 хутора Игнатьевский. Всем хотелось поговорить. Правила дорожной безопасности. Есть такая тема, да, знаете все, повторяете. Вы здесь каждый день, каждый день с этим сталкиваетесь. Как-никак все мы приходим через проезжую часть, движемся по дороге. Само собой и транспорт движется, и вы движетесь пешком. Кто на велосипеде, кто на какие-нибудь иные. Так, теперь давайте я хотел бы напомнить вам, ребят. Как-никак тут выйти из школы, сажу пешком, пик, куда нас стоит. Я думаю, все помните, что надо сделать, например, на пешеход, на переходе, что надо. Инспектор по пропаганде Азамат Агержаноков подчеркнул, что на дорогах всегда нужно быть очень внимательным и никогда нельзя спешить. Далее он рассказал ученикам о том, как правильно переходить дорогу. Очень часто я замечаю, вот, маленького возраста, ребят, вы, на прежде чем, когда вы стоите, вот, сушкодные переходы в дороге, да, стоите, ждете, машину пропускаете, не надо резко выдвигать, перебегать дорогу. Ваши действия, вот, например, когда вы переходите дорогу, должны быть осознанными и понятными для водителя. Дети с удовольствием приняли участие в беседе, отвечая на вопросы инспектора. Еще одна большая ошибка, которую совершают наши маленькие ученики, это когда вы катаетесь на велосипеде. Вот вы движетесь, да, возле дороги, получается, куда-то едете, да? Кто может сказать, как нужно вообще переходить в воду, саму дорогу? На велосипеде надо сначала посмотреть по сторонам, потом уже переезжать дорогу. Не так или нет? Можно я? Можно я? Нужно посмотреть по сторонам, слезть с велосипеда и пойти. Вот это правильно, надо сесть с велосипеда. Несомненно, подобные мероприятия оказывают немалое влияние на поведение детей.